Продолжение следует... Извержения вулканов, сели, лавины, цунами отбирают жизни у детей Земли. Разрушительные землетрясения становятся причиной гибели сотен тысяч человек в разных уголках планеты. Как снизить риски стихийных бедствий и научить население простым правилам безопасности? Ответ на эти и другие вопросы дает предложенный Еврокомиссии проект Дипека-8. Реализуемый в Юго-Восточном Казахстане программой развития ООН. Снижение рисков стихийных бедствий – один из приоритетов развития Казахстана и важнейшая задача ПРООН в настоящее время. Эта проблема актуальна для значительной части территории республики. Сейсмической опасности подвержена практически одна треть Казахстана. Это город Алматы, Алматинская, Жамбулская, Восточно-Казахстанская, Южно-Казахстанская и Мангосталовская области. В данных регионах проживает практически 6 миллионов человек и сосредоточено около 40% промышленного потенциала страны. Алматы и Алматинская область расположены в предгорьях Зайлийского Алатау в зоне высокого сейсмического риска. Ежегодно здесь происходит до 300 землетрясений различной силы. Существуют реальные угрозы безопасности и городского, и сельского населения, проживающего в городах Талгар, Есик, ближайших аулах и поселках. В красивом поселке Каракимир, Енбекши Казахского района, с населением около 6 тысяч человек, состоялся финальный этап реализации части проекта Дипека-8. Укрепление потенциала противодействия сейсмическим опасностям на уровне городских и сельских сообществ в юго-восточном Казахстане. Участники регионального круглого стола по этой теме с большим интересом изучили экспозицию выставки, развернутой в фойе технического колледжа. Здесь были представлены комплекты для реагирования на чрезвычайные ситуации и другое оборудование, приспособления, принадлежности, которые очень пригодятся в экстремальной обстановке. В первую очередь здесь исключено использование каких-либо медицинских препаратов, исключительно идет перевязочный материал для оказания первой помощи. В ходе реализации проекта уже было организовано обучение в ряде школ Енбекши Казахского района по специальной программе. Обладатели сертификатов будут привлекаться в качестве волонтеров. Школы имени Терешкова и Садпаева получили комплекты для реагирования на чрезвычайные ситуации. У нас разработана программа, есть тренинг, мы хотим дирижировать это так. Стоимость всего этого оборудования не велика, да, до 100 тысяч тенге идет такой комплект, да, и то есть каждая школа может в принципе в бюджете запланировать такой набор. Подготовка красочных буклетов, памяток, пособий для детей и взрослых, помощь волонтеров позволяют проводить тематическое обучение, тренинги, интерактивные игры более эффективно. Мы не будем предложать составлять, будем их брать, и во всей школы Алматинской области Шинкенка-Тарасова будем, они станут волонтерами для проведения вот этих мероприятий, которые научились в Максиме. Открыло совещание Салтанат Рахимбекова, председатель правления Объединения юридических лиц Коалиции за зеленую экономику и развитие G-Global. В этом форуме приняли участие депутаты мажориста парламента Республики Казахстан, представители Министерства образования и науки, Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики, неправительственные организации, завучи по воспитательной работе около 50 школ Генбекши Казахского и Толгарского районов, региональные органы власти и другие заинтересованные лица. Участников форума поприветствовали депутаты мажориста парламента Нурлан Жезлбеков, Мирам Бегентаев и Загипа Балиева, а также Аким района Бенали-Искак. Главная цель круглого стола – объединение потенциала государства, бизнеса, гражданского общества для реализации пилотных инициатив по повышению знания и опыта населения, в том числе школьников, студентов, поведения до, во время и после землетрясения. К сожалению, это годичный проект. В этом году он закроется, но в следующем году, в 2016-2017 годах, программа «Развитион» планирует через ряд всех своих остальных проектов тематику чрезвычайных ситуаций, подготовки к чрезвычайным ситуациям, поддерживать и дальше ее наращивать. Своими взглядами на проблему и опытом организации обучения, планирования и проведения мероприятий по противодействию сейсмическим рискам, поделились другие участники форума. По итогам работы круглого стола были приняты рекомендации. Воспитанники детского дома «Ковчег», учащиеся технического и медицинского колледжей, а также 10 школ из Инбекши, Казахского и Толгарского районов, приняли участие в форуме-практикуме, который состоял из трех этапов. Разновозрастное тематическое обучение, интерактивная коллективная игра, тематические мини-учения. В Каракимирской средней школе имени Орымбетова в интерактивной игре участвовало около 125 человек, учащиеся – учителя начальной военной подготовки, представители ЧАЭС, классные руководители, медики. Пять школьных команд и сборная команда технического колледжа показали высокий уровень теоретической подготовки, находчивость, эрудицию и стремление к победе. Ведущие Оксана Волкова-Михальская и Бигжан Балтишев держали высокий темп, им помогали волонтеры и экспертная группа тренеров-интернов Медицинской академии Астаны. Первый конкурс путешествия по опасно-безопасным местам состоял из коротких вопросов, быстрых ответов. Дети хорошо усвоили теорию и давали полные ответы. Нужно переждать землетрясение в безопасных местах, то есть в местах внутренних стен, под мебелью крепкой, которая защитит вас от осколков, или же в местах проемов дверей. Ни в коем случае нельзя во время землетрясения убирать завал, нужно переждать. В ходе конкурса участники активно использовали раздаточный материал, а итоги состязания эксперты оперативно выводили на большой экран. В третьем туре принимали участие даже малыши, которые задавали взрослые вопросы. Как я пойму, что на тулу здесь есть движение? Это залива, непонятное поведение, что тут мелкие колебания, толчки, движение каких-либо предметов, и спятка вода. Увлекательная игра захватила в зале всех без исключения. В каждой семье должен быть экстренный чемоданчик, чтобы вам лежит. В нашем чемодане должны быть документы, принадлежности для жизни и пособенности, мисикаменты, средства гигиены, сменная одежда и фонарики на батареях. Есть звездок, что ты мог оповестить других людей. Еда, самое главное, вода, тысячи литров на одного человека, трое, чтобы радио приводит, что здесь научную информацию и иметь комиссию. Традиционный конкурс капитанов, которым предстояло отметить самые безопасные места в доме во время землетрясения. И, наконец, последнее, самое креативное задание. Озвучить мультфильм. Организаторы предложили участникам озвучить фрагмент из мультфильма «Маша и медведь», используя тему сейсмобезопасности. Что ты наделала, Маша? Подожди, я тебя спасу. Стой, спасу. Еще раз, давай, не убирай, родной, я тебя не убираю. Не убираю. Не убираю, стой. По итогам всех пяти туров, наибольшее количество баллов набрала команда школы имени Орнбетова. Уже сейчас есть плоды, то есть не только те люди, которые прошли обучение, но и другие, то есть их семьи, их друзья, они уже знают об этом. Об этом нужно говорить, это нужно учиться, и это нужно пропагандировать. Во второй половине дня все участники мероприятия собрались на площадке у технического колледжа. Здесь состоялся короткий митинг, где были подведены предварительные итоги насыщенного событиями дня. Поэтому я думаю, то, что вы сегодня научились, то, что чему вас сегодня научили, вы доведете до всех остальных, кого вы знаете, у себя в классе, своим друзьям, своим соседям. А затем Аким поселка Каракемир Алтынбек Исаков пригласил всех принять активное участие в посадке деревьев. По предложению загибы Балиевой, которые поддержали жителей Каракемира, было решено посадить сосновую аллею проекта Дипека-8. Наиболее интенсивными по темпу и накалу страстей стали мини-учения, которые проходили в спортивном зале колледжа. Здесь отрабатывались смоделированные ситуации. Ребята с учетом полученных знаний должны были вести себя как при настоящем стихийном бедствии. Пройти по тропе спасения, преодолевая различные препятствия. Оказать первую медицинскую помощь, наложить жгут, сделать перевязку. Команда медиков следила за тем, чтобы все было выполнено правильно. Ребята собирали тревожный чемоданчик, транспортировали условно пострадавших и не заметили, как быстро пролетело время. Результатами данного проекта будет являться снижение рисков бедствий, в том числе от землетрясения. Человек сам должен быть защищен. Он должен быть готов не надеяться только на авось, а принять все необходимые меры для того, чтобы защитить себя и свою семью. Финальным аккордом этого дня стала церемония награждения. Команды школ имени Терешковой, Рымбетова, Ломоносова, Садпаева, Болтобайской средней школы и Технического колледжа были отмечены сертификатами в соответствующих номинациях и подарками комплектами для ЧАЭС. Акиму Янбикши Казахского района представитель ПРООН Расул Рахимов передал благодарственное письмо за содействие в проведении проекта. А депутат мажориса парламента Загипа Балиева выразила уверенность в том, что Каракемир станет образцом проведения таких мероприятий и поблагодарила организаторов проекта. Передали большой привет и благодарю нашему послугу, нашему району, нашему школу для того, чтобы в проведении мероприятий. Дарья Павловна! Я прошел гражданскую оборону в советское время. После этого в 2009 году прошел 10-дневные курсы, поэтому для меня это открытая книга. Но мне всегда удивляло, почему люди многие не знают об этом. Мне всегда удивляло, почему, когда что-то случается, все теряются. А здесь четко прописано, то есть даже алгоритм действий в простом языком, в каждой семье, в разных случаях, с кем находится, с бабушкой, с дедушкой, один ребенок находится дома, родители на работе или когда вместе, где его место при такой-то ситуации, что он должен делать. Если эту ситуацию проиграть, то уже человек будет защищен. Если ребенок с юного возраста будет знать, что делать, то я думаю, что он заставит и научит родителей. Не менее интересно проходил 18 и 19 декабря форум-практикум и в городе Толгар состав участников прежний. Учащиеся пяти школ и колледжей. К ним присоединились и воспитанники детского дома «Ковчег». Программа Толгарского форума была доработана с учетом опыта проведения предыдущих мероприятий. Большое внимание было уделено подготовке студентов-волонтеров. Именно им, будущим медикам, придется действовать и активно реагировать в экстремальных ситуациях во время стихийных бедствий. Это не только оказание первой медицинской помощи пострадавшим, но и решение организационных вопросов, просвещение населения и многое другое. На встрече с педагогами, руководителями организации образования, представителями районной и местной исполнительной власти, медицинскими работниками, организаторы подробно рассказали о сути проекта ДПК-8 и его роли в снижении рисков сейсмической опасности. Этот проект очень важен. Но когда в мероприятии, в котором профессионалы проводят практику, мероприятия, когда дети участвуют в соревнованиях по оказанию первой помощи, по эвакуации, это не просто так услышал, а еще услышал, сделал сам и сделал не просто сам, а сделал еще с мамой, с папой. Это очень важно, это очень актуально и это запоминается надолго. Во второй половине дня организаторы и тренерская группа из числа интернов Медицинской академии Астаны побывали в Толгарском детском доме «Ковчег». Сегодня здесь проживают более 50 детей разного возраста. Они являются наиболее уязвимой категорией населения, поэтому научить их, как правильно вести себя во время землетрясения и уберечься от разрушительного стихийного бедствия – первостепенная задача. Когда начнется землетрясение, нужно собирать аптечку, брать еду, брать воду и брать одежду. Паниковать нельзя, нужно спрятаться под стол и голову руками закрыть. Теория, интерактивная игра, мини-учения. Дети активно участвовали во всех этапах форума-практикума, не только соперничая, но и помогая друг другу. Воспитанникам «Ковчега» был передан комплект для реагирования на ЧАЭС и вручены сертификаты и сладкие подарки к новогоднему празднику. Славы! 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 Программа обучения четко ориентирована на возрастные особенности восприятия детей и подростков. Они были распределены по группам. Вторые, четвертые классы, пятые, седьмые классы, девятые, одиннадцатые классы. В каждой группе свой индивидуальный сценарий обучения. Есть для всех и общие вопросы. Что такое землетрясение? Чем оно опасно? Но форма подачи материала выбрана с учетом возраста. Для младших школьников это мультфильмы. Для среднего и старшего звена серьезные информативные фильмы и видеосюжеты. Как вести себя в сейсмоопасном районе до землетрясения? Где находятся безопасные места в доме или классе? Что нужно положить в тревожный чемоданчик? Чего нельзя делать во время землетрясения? Как оказать первую помощь при различных повреждениях? Откуда получить информацию о происходящем? Сотни вопросов и четкие ответы на каждый из них. А раздаточные материалы стали наглядным, эффективным дополнением к полученной информации. Усвоенные знания ребята закрепили в ходе интерактивной игры, которая прошла не менее активно, чем в Каракемии. Менючения приблизили обстановку к чрезвычайной, когда от скорости принятия решения порой зависит человеческая жизнь. В Толгаре учения проводили по формуле «папа, мама и я» – сейсмоустойчивая семья. Родители преодолевали все испытания вместе с детьми. Команды, прошедшие интенсивную подготовку, показали хорошие результаты и были отмечены сертификатами. Каждая школа и колледж получили в подарок комплекты для реагирования на чрезвычайные ситуации. Очередной этап проекта «Дипека-8» в Юго-Восточном Казахстане завершен. В ходе его реализации подготовлено 100 волонтеров. Прошли обучение более 300 детей и взрослых из Инбекши Казахского и Толгарского районов. Сформирован комплексный подход к созданию системы противодействия сейсмическим рискам. Мы охватили порядка 20 школ в двух районах. Большое количество школьников подготовлены команды волонтеров, которые распространяют информацию по подготовке к землетрясениям среди школьников и их родителей. Большим удивлением для меня было то, что сами ребята, школьники интересуются этим вопросом. На самом деле очень жаждут такого знания и активно принимают участие во время соревнований. А горы, прекрасные горы со снежными вершинами, по-прежнему очаровывают нас и рождают в душе ощущение тревожного ожидания. Но люди не покидают прекрасных долин, значит им надо научиться жить рядом с горами и уметь защитить себя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!